Продолжение следует... Второй участник начнет рассказывать. Я не знал, какие предметы останутся, совершенно не представляю себе. Вот этот вот предмет. Пробка от... Кстати говоря, это пробка от кавы. Это испанское листое вино. А вы знаете, чем отличается кава от просека, например? Потому дело в том, что кава, в отличие от просека, делается по традиционной... Производится по традиционной методике производства шампанских вин, как это делается в шампании. А что это значит? Это значит, что дрожжи добавляются в каждую бутылку индивидуально. И брожение происходит в каждой индивидуальной бутылке. А не в большом чане, как это происходит в просеке. Я не брожу в просеке, но, по крайней мере, во плиток традиционная, французская. Это именно то, как производится кава. Так вот, однажды, как это не парадоксально, в Париже мы были с женой моей Олей в гостях, у наших друзей, в том числе, у военной подруги Калинина Даша, муж, который был в тот момент украинским дипломатом в Париже. И мы давно виделись. И почему-то у них в подвале, а у них в квартире был свой маленький подвалчик, в котором он снимал, у них была именно испанская кава. Я вот не знаю почему, но у них почему-то была именно испанская кава. Я это очень хорошо запомнил. Потому что в этой самой Франции мы настолько начали выпивать эту каву, это еще дипломатический дом. Закончилось с тем, продолжилось с тем, что мы стали петь песня о Пугачеве над «Притором лобой». Ну то есть, а тут дипломатический дом, в общем, дипломатический дом. Мы стали петь песни о Пугачеве, мы периодически спускались вниз за новой кавой. В общем, сколько этих кавов ушло, совершенно понятно. В итоге, в какой-то момент мы поняли, что нам пора... А, кому это работает? Что нам пора доработать. Чемоданы у нас с моей женой находятся в отеле «Ритца» на пляс Вандуа. Не то, что мы таки павском становимся в отеле «Ритца». В тот момент замкал медрактор журнал «Маря Клея». Это был ее престол, в который я поехал. И мы должны были заехать, не сразу «Маря Клея» заехать, это самое страшное. Мы туда заехали. Значит, это заняло время. Слава богу, наш прекрасный муж... Наш прекрасный муж... Пил мало как бы, но тем не менее, сел за руль и повез нас на красном доме. Мы захватили свои чемоданы, понимаем, что времени уже нету. Мы садимся в эту его машину, мы учимся в аэропорт. Там было очень жаркое лето. Было безумно жаркое лето. Было великало, понимаете, было безумно жаркое лето. И там плавился асфальт. Были перекрыты технические дороги в аэропорт. Мы хотим повернуть в одну сторону, мы не можем свернуть по дороге в аэропорт, потому что там написано «Дорога загнет и плавится асфальт». А уже речь. Мы улетаем. Соответственно, другим, третьим, пятым. В итоге мы каким-то образом все-таки доезжаем до этого самого аэропорта. Полчаса до вылета. Полчаса до вылета. Мы кидаемся сначала к паспортному контролю. Нет, мы сначала кидаемся к стойке регистрации, потому что нам нужно было еще добавить машину. Я даю билеты. А еще были технические, физические билеты бумажные. Я даю бумажный билет. И эта тетенька долго рассматривает этот билет. Она и просто смотрит раз, смотрит раз, смотрит раз, смотрит раз. И потом говорит, вы знаете, это не билет. В общем, выяснилось, что вместо билета я ей дал страховку. Все, 20 минут. Я ей даю билет. Мы летим к паспортному контролю. Все, значит, паспорт мой прошел. Паспорт моей жены. Этот мужик сидит, значит, смотрит на паспорт моей жены. Раз, мол, как иди! А наш дипломат, он же с этим сам, с дипломатической штукой. Он везде может пройти. Что нас везде сопровождает? На что в какой-то момент этот прекрасный французский пограничник вот с такими глазами спрашивает. Паспорт дипломатик. Он вообще не помнит, что это такое. В итоге жена моей воли дала ему русский паспорт. Я сказал, конечно. И вот вообще этот паспорт дипломатик. Семенович, значит, вы дали ему правильный паспорт. В итоге мы потом летим, уже подлетаем к этому самому, он уже нас везде продолжает. Наш везде, наш дипломат продолжает с этим своим самим дипломатической штукой. Значит, мы подлетаем уже к последнему контролю, где уже просто, ну вот, в контроле уже дальше он не будет говорить, там уже все. Границу мы уже перешли. Все, он уже за границей. И в итоге, значит, мы втроем, он третий, и в итоге наш пограничник спрашивает, наш пограничник спрашивает, а у нас 10 минут до вылетра. Нас пограничник спрашивает, «Простите, а кто из вас летит? На что наш прекрасный дипломат вообще совершенно серьезно говорит мадам и вот муазель?» После чего мы, конечно, стали долго выяснять, кто из нас мадам, а кто муазель. Ну, в общем, мы с ним попрощались, вернулись, уже добежали до нашего гейта, и еще не была открыта посадка. Мы успели в наш самолет, мы даже успели позвонить его жене Наташа. Скорее, что мы уже в самолете или там, я просто вас уже ждала. Ну, в общем, понимаете, товарищи, в итоге с тех пор испанская кава у меня ассоциируется исключительно с фразой «мадам и муазель». Поэтому теперь каждый раз, когда я в магазине покупаю испанскую каву, я, во-первых, проверяю погоду. Не слишком уже жарко и не плавится ли асфальт. Ну, и не нужно ли куда-то летать. Не забыл ли я, что мне надо максимально куда-то летать. Ну, и, конечно, рассказываю про жару историю «мадам и муазель». А все летят микроаторы. Ну, товарищи, вы знаете же, когда я взял эту пробку, у меня вообще инстрии не было. Я думаю, ну что взять? Ну, не про это я ничего расскажу, не про это ничего расскажу, не про это. Я сразу стал вот думать, да? Думать стало что? Что бы мне рассказать? Робка, ну, думаю про шампанское, я что-нибудь расскажу точно. И только я беру эту штуку, и у меня вот здесь вот я читаю. И вот как только я прочитал слово «кава», у меня пришла эта история. В смысле я про это могу рассказать. И я немножечко привлекал. Знаете, почему? Мы пили не только каву! Я также пойду. Ну, я думаю, что это био. Я не могу. Не могу. Почему? Ребята.